В этом видео я хочу рассказать вам про маленький светодиодный светильничек фирмы Glossy. Это светильник на аквариуме до 10 литров, и он находится как бы в дешевой ценовой категории. Он имеет мощность 10 ватт, у него три цвета светодиодов, то есть есть белые 8000 кельвинов, то есть такие нейтрально белые, 3000 кельвинов это вообще желтые, и еще есть красные 3 штуки. Ну, давайте посмотрим, как он выглядит, и потом посмотрим, как он светит. Как я уже сказал, это считается дешевый светильник, и я даже не знаю, какие есть приблизительно аналоги в этой ценовой категории такой же яркости. В общем, вот такой светильничек, то есть сам корпус, он сделан из какого-то металла, вот эти вставки, они пластмассовые. Светильник имеет защитное покровное стекло от брызг и от испарений, но в любом случае его нельзя устанавливать под крышку, его надо устанавливать на аквариум при помощи вот такой ножки. Просто его вставляете в это крепление. Плюс в том, что это крепление может, как бы, светильник вдоль него может двигаться, и вы можете подобрать так, чтобы вот сам светильник был по центру аквариума. То есть если у вас, например, аквариум маленький, как я сейчас буду ставить, его надо задвинуть чуть дальше. Ну, давайте посмотрим теперь, как он светится. А, ну, в общем, внешний вид, в принципе, такой неплохой. Тоненький, стильный, ровный. А длина вот этого корпуса у нас получается 19 сантиметров, ширина 5, толщина где-то около 8 миллиметров. Крепится на стекло при помощи вот зажима. Максимальная толщина стекла или вот в вашей рамке, может быть, должно быть не больше 1 сантиметра, ну, то есть 9 миллиметров по-хорошему. В принципе, вот такой корпус, на проводе есть выключатель, то есть это выкол и два режима. Как оно описано на коробке, есть два режима. То есть первый, это горят все диоды. Как мы видим, здесь 21 диод. Из них раз, два, три, четыре, пять, шесть желтых, три красных, остальные белые. Или же можно включить второй режим, будут гореть только белые светодиоды. Ну, давайте посмотрим, что рассказывать. Как вы видите, сейчас горят только белые светодиоды. А вот так горят все светодиоды. Ну, лично мое мнение, я не знаю, на самом деле, зачем они сделали вот эти желтые диоды. Я думаю, если бы эти диоды были бы точно такие же белые, он бы светил заметно ярче. И картинка в аквариуме была бы более красивая. Ну, красные, да, можно оставить для контрастности. Ну, давайте посмотрим, как он крепится к аквариуму. То есть вы ставите просто на аквариум и зажимаете. Соответственно, щель, которая должна быть, она должна равняться вот этой ножке, это где-то 5 миллиметров. То есть покровное стекло, щель должна быть 5 миллиметров, чтобы он встал. Ну, по-хорошему, даже 6. То есть, как я уже сказал, эту штучку можно двигать. Это, кстати, очень большой плюс. То есть, видите, он сейчас стоит как бы больше перед освещивает. Но мы можем подвинуть чуть-чуть, и он будет уже светить ровно по центру. Светит он не ярко. И, как я уже сказал, в самом начале для аквариумов до 10 литров, это вот, наверное, предел у него. Даже иногда бывает кажется, что чисто белые светодиоды как-то даже поинтереснее светят. Но давайте попробуем сейчас на какие-нибудь аквариумы поставить, чисто визуально посмотреть. Вот я поставил его на небольшой аквариум, чтобы показать, как он светит. На самом деле, в реале он светит менее ярко, чем кажется вот на видео. Сейчас горят только белые светодиоды, и видите, цвет такой нейтрально-белый. Давайте включим все цвета. Со всеми цветами кажется, как будто немного желтит. Но, честно говоря, видео не передает, как он освещает. Но освещает он не ярко. Это надо учитывать. То есть, на аквариумы до 10 литров, с самыми неприхотливыми растениями он подойдет. Но не более. Как вы видите, с красными диодами рыбки, они более такие насыщенные цвета у них становятся, чем просто с белыми. В общем, если заинтересовал вам светильник на небольшой аквариум, то ссылка на него будет под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!